Всем привет и сегодня я подготовил для вас топ из 6 бюджетных смартфонов с Алиэкспресс. С вами канал Pandorum и мы начинаем. А на что подкрывает Umidigi A7 Pro? Китайская компания Umidigi представила свой новый недорогой смартфон A7 Pro, который выделяется неплохим сочетанием цены и функциональности, среди которой есть даже квадрокамера, Full HD Plus дисплей и до 128 ГБ встроенной памяти. Umidigi A7 Pro оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, а то есть 2340 на 1080 пикселей. Соотношение сторон составляет 19,5 на 9. Umidigi A7 Pro получил 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и 64 или 128 ГБ флеш-памяти. Umidigi утверждает, что производительность смартфона будет существенно выше, чем у A5 Pro. В Antutu смартфон набирает 122 тысячи баллов, а к сравнению A5 всего лишь 92. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью на 4150 мАч, а также есть поддержка 10-ваттной зарядки. Смартфон оснащен разъемом USB-C и трехкарточным слотом Dual SIM плюс microSD емкостью до 256 ГБ. Телефон работает под управлением операционной системы Android 10 и поддерживает LTE и 4G Volt. В общем, отличный вариант за свои деньги. Пятую же позицию забирает Elephone E10 Octa-Core. Смартфон своим внешним видом однозначно заявляет продвинутость на уровне флагманов. А конкретно внимание привлекает блок тыловой камеры с комбинированными сенсорами и вспышкой. Дисплей размером 6,5 дюйма с минимальными рамками и каплеобразным вырезом под фронтальную камеру. Несмотря на то, что название несколько перекликается с топовыми Galaxy S10, Mi Note 10 или iPhone X, это смартфон бюджетной категории, но со всеми вытекающими. На борту восьмиядерный процессор Mediatek Helio P22 с видеоядром PowerVR, которого хватает с головой как для повседневных задач, так и для игр. Есть и интересные решения, которые встречаются в этом смартфоне. Например, сенсор отпечатков пальцев выполнен в виде боковой кнопки, аналогично подобному же решению, как на Galaxy S10e. Фактически это спасает от проблем с подэкранным датчиком пальца, а также не портит дизайн отдельными внешними датчиками на фронтальной или тыльной стороне корпуса. Из-за своих размеров смартфон отлично ложится в руку. А также это один из немногих бюджетных смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты Google Pay. Петвертую же позицию забирает Ulefone Armor X5. Ulefone Armor X5 это первый в мире полностью защищенный смартфон в стиле iPhone. Обычно, если вы роняете смартфон, то скорее всего вы сразу же задумываетесь о стоимости ремонта стекла или в плохом случае еще каких-то внутренностей смартфона. Но в случае Ulefone, когда вы роняете телефон, вы без каких-либо мыслей поднимаете его и со спокойной душой пользуетесь им дальше. Модель соответствует стандарту защиты IP68, где 6 обозначает полную защиту от попадания пыли в корпус, а 8 полное сохранение работоспособности при погружении более чем на 1 метр под воду. Емкость батареи составляет внушительные 5000 мАч, хотя они уже и не кажутся столь необычными на фоне засилья на рынке аппаратов с аккумуляторами на 3000-4000 мАч. Мощный аккумулятор полезен в Ulefone Armor 5 еще и тем, что при помощи OTG кабеля смартфон можно использовать как внешний аккумулятор для подзарядки других мобильных устройств. Смартфон и пауэрбанк в одном флаконе. Но если говорить по факту, телефон является отличным вариантом для покупки. Ну а тройку лидеров открывает Lenovo K5 Pro. Lenovo K5 Pro является облегченной версией S5 Pro, имея вытянутый экран с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+. Он уже не заигрывает с вырезами, оставляя сверху ровную полосу. Lenovo K5 Pro тоже работает на чипе Snapdragon 636, но имеет 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Фотографии можно делать на два одинаковых двойных модуля 16 мегапикселей плюс 5 мегапикселей. Для восстановления энергии используется разъем USB Type-C, а для музыки стереодинамик и разъем 3,5 мм. Одна из приятных особенностей гаджета заключается в повышенной до 4050 мАч емкости батареи с поддержкой быстрой зарядки. Устройство работает, кстати, под управлением оси Android 8.1. Сдвоенная фронтальная камера имеет датчики изображения разрешением 16,5 мегапикселей. Она позволяет качественно размывать фон на портретных снимках. Основная камера получила такие же датчики изображения, а также поддержку технологии шумоподавления для получения качественных снимков в темное время суток. Если вы хотите себе получить бюджетный смартфон с хорошей камерой, то Lenovo K5 Pro это именно ваш выбор. Ну а вторую позицию забирает Cubot P40. Внешность смартфона современная и стильная. Интересное оформление целых четырех фотомодулей, безрамочная 6,2-дюймовая OGS панель и запоминающиеся расцветки корпуса. Выглядят достойно для бюджетного устройства, правда сделанного из поликарбоната для снижения себестоимости. Зато на дисплее экономии почти нет. Высокие параметры яркости и контрастности делают работу с экраном вполне комфортной даже при прямых солнечных лучах. Здесь разрешение в 1520 на 720 точек сказывается на детальности, но очень сильно повышает производительность. Технические характеристики не самые плохие для сегмента. Процессор Mediatek Helio A22, 4 гигабайта оперативной памяти и видеоадаптер PowerVR GE8320. Отменно справляется с интерфейсом Android Q, но игровые приложения запустятся на них исключительно нетребовательные к ресурсам. В ином же случае придется выставлять минимальные настройки графики или довольствоваться подлагиваниями. Зато постоянной памяти выделено аж 128 гигабайт. Тейслот для карт microSD не позабыт. Таким образом, на нехватку памяти внутреннего хранилища жаловаться вряд ли будет необходимо. В общем, телефон достойный. Ну а первую позицию традиционно занимает телефон от Xiaomi – Redmi Note 8T. Redmi Note 8T – это самый доступный смартфон Xiaomi с поддержкой NVC и квадрокамерой. Кроме того, гаджет обладает привлекательным дизайном и хорошей производительностью. Первое, что замечаете в Redmi Note 8T – довольно вытянутое соотношение сторон и безрамочный дисплей с каплевидным вырезом. Четыре сенсора основной камеры здесь расположены друг под другом, из-за чего получается довольно длинный и выпирающий из корпуса блок. Как и у других моделей Xiaomi 2019 года, основной датчик выделен серебристой окантовкой. В смартфоне используется достаточно яркий IPS-дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей, плотностью 410 ppi и широкими углами обзора. В отличие от AMOLED, он лишен какого-либо мерцания, но требует больше энергии. Смартфон, кстати, оснащен довольно мощным аккумулятором на 4000 мАч. Таким образом, он выдерживает 13,5 часов непрерывного серфинга при включенном Wi-Fi и средней яркости. Это хороший показатель. С такой батареей смартфон сможет продержаться около полутора дней в классическом режиме использования. Redmi Note 8T обладает хорошей производительностью, которая слихвой достаточно для зависания в соцсетях и для серфинга. За работу смартфона отвечает восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2 ГГц в сочетании с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Как я считаю, абсолютно заслуженное первое место нашего топа. Ну а ссылки на все смартфоны топа я оставлю в описании к этому ролику. Вы же в свою очередь обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Всем удачи! Еще услышемся!